всем привет как всегда спасибо вам за то что смотрите эти ролики за то что слушаете мои слова монологи короткие за то что пишите комментарии комментарии мне читать очень интересно и много раз об этом говорил потому что в комментариях происходит самое главное обмен информации обмен мнениями высказывания творческие и нетворческие негативные позитивные очень хорошо и спасибо за материальную поддержку каналу это всегда бывает приятно много мало абсолютно не важно когда вообще ничего нет тоже нормально хорошо главное что мы общаемся напоминаю вам о существовании плейлистов потому что в плейлистах уже очень много всяких разных пластинок посмотрите если интересно ну я как всегда иду на поводу я не просто достаю с полки какую-то пластинку а начитавшись комментариев вспоминаю о той или иной пластинки и тогда уже и достаю вот например достал замечательно альбом про который писали несколько раз уже в комментариях милс дэвис дубов 1992 год последняя студийная запись музыки милса дэвиса в 1991 году он умер к большому сожалению покинул наш материальный мир ну а в 92 вышел вот этот альбом который он начал записывать вместе с продюсером more easy так его зовут more easy но не успел закончить две песни будем называть их песнями так критики пишут когда рассуждают о джазе они джазовые композиции называют песнями ну дело вкуса конечно можно взять позиции две композиции были закончены уже без участия милса дэвиса это мистер и на high speed chase но хуже от этого пластинка не стало так уж получилось ну альбом конечно заслуживает особенного внимания это самое наверное противоречивая пластинка из всех которые выпускал милс дэвис и отзывы они полярно противоположные причем яростные все достаточно яростные одни считают что этот альбом провальный он никому не нужный и вообще это позор а другие я читал недавно мы перед тем как начать разговаривать почитал рецензии разнообразные другие люди пишут что это прекрасная запись и едва ли не лучше из того что сделал майлс дэвис я с этим кстати говоря не согласен но тем не менее один человек написал что high speed chase это вообще лучшая композиция милса дэвиса за всю его историю я готов не согласиться с этим мы с другой стороны почему бы нет потому что high speed chase изумительная вещь последняя на первой стороне она дико скоростная просто однозначно это конечно самая быстрая запись милса дэвиса по фактуре парни по скорости его игры на трубе а в целом она несется просто как автомобиль там не знаю со скоростью 230 километров в час 240 многие ездят и быстрее но в принципе 230 тоже уже нормально вполне вот и вот это high speed chase она так врубает при этом там и гитара еще в конце начинает играть там и вибрафон где-то там проскакивает вообще такая довольно плотная звуковая ткань много звуков много всего и все это очень быстро и потрясающее соло милса дэвиса конечно очень крутое вот в high speed chase просто замечательное другое дело что это соло продюсер наложил уже на готовую фактуру музыкальную взял из по моему он взял из записи раба бэнд в конце восьмидесятых который была сделана у меня есть эта пластинка она тоже такая весьма странная и он это соло вставил в high speed chase по моему дэвис не играл специально для этой вещи это соло ну это дело десятое собственно о пластинке многочисленные всякие рецензии многочисленные многочисленные интервью и какие-то отдельные фразы в комментариях они формируют легенду безотносительно данной пластинки вообще в принципе всегда касается любого музыканта любого события любого любого альбома складывается некая легенда которая еще имеет отношение к действительности но не всегда а иногда имеет но в данном случае имеет потому что легенда гласит что история пластинки началась в 1990 году на одном из концертов майлза дэвиса к нему подошел фанат и сказал слушай парень ты бы сделал настоящий хип-хоп тебя же тащит в эту сторону и мастер из призадумался и стал в этом направлении потихоньку двигаться элементы хип-хопа у дэвиса проскакивали действительно много раз уже до записи этого альбома уже в так сказать в полный рост фанк хип-хоп все это уже присутствовало музыки дэвиса во всю ну вот по легенде разговор с фанатом натолкнул его на создание полноценного такого хип-хоп рэп хип-хоп альбома другая часть легенда гласит о том что марс дэвис сидел в своей квартире на манхэттене в нью-йорке слушал шум улицы и решил записать альбом который передает этот шум улицы нью-йорка нью-йорк колоссальный город конечно он и технократический и мистический и вообще можно сказать что это конечно столица мира другое дело что и москва уже стала столицей мира если там пожить нормально поработать посмотреть эти два города они в общем равновелики в плане значимости в плане самодостаточности наверное ну я не хочу обидеть никакие другие города большие поэтому это только мое мнение но в нью-йорке варится конечно варится культуры всех всех стран народов времен и прошлого и будущего это правда ну насколько удалось передать уличную атмосферу можно опять-таки спорить но мне кажется удалось критики пластинку разнесли как я уже говорил в пух и прах при этом она получила грэмми по выходе вот такие полярные мнения да и поклонники музыки дэвиса также разделись на два лагеря одни ненавидят другие восторгаются я об этом уже говорил я не ненавижу и не восторгаюсь она мне просто нравится просто нравится и как я много раз уже говорил о том что я не люблю обозначение всех разных стилей вот что касается этого альбома лучше всего когда вы начинаете его слушать лучше всего забыть вообще о существовании стилей хард-рок джаз блюз хип-хоп рэп прогрессив все что угодно это вообще не существует и девственно с девственно чистыми ушами сознанием начать слушать эту музыку и слушать просто музыку мы не знаем что такое хип-хоп да мы не знаем что такое рэп не знаем что такое джаз а слушаем просто музыку просто звук который наваливается на нас из наших колонок или там наушников не знаю чего и тогда все сразу встает на свои места тогда мы слушаем вот эту красивую энергичную бешеную ритмичную сложную невероятно музыкальную музыку это не тавтология музыковая музыкальная бывает не музыкальная это очень музыкально при этом пластинка это полностью сконструирована этим самым море зи она вся на сэмплах каждая песня сконструирована из разных сэмплов и добавлено добавлены кое-где клавиши добавлены какие-то еще звуки но в принципе эта конструкция на которую сверху наиграна уже труба мэлс и дэвис наиграна партия трубы мэлс и дэвис а иногда не наиграна просто вставлено но это кстати говоря не первый альбом такого рода потому что сконструированные альбомы были и до того например пластинка джоз гараж фрэнка запы тройник она тоже сконструирована из разных кусочков ну конечно основная основной массив там сыгран но все гитарные соло за исключением одного о котором я потом расскажу все вставлены уже в готовую фактуру из других альбомов из концертных записей из не вошедших никуда записи которые лежали у фрэнка запы там в огромном количестве пленки он вставлял эти гитарные солов записанную фактуру когда они не подходили по тональности он регулировал скорость воспроизведения то что теперь называется питч и в тональность эти слова входили то же самое здесь у мэлс и дэвиса но другое дело что ничего не регулировалось уже а соло в тональности ложились совершенно правильно more easy победил конкурс из десяти то ли двенадцати продюсеров как с которыми общался майлз дэвис в своей квартире на манхэттене он пригласил кучу туда хип-хоп в рэп продюсеров включая more easy общался с ними слушал их миксы и остановился на more easy который пришел со своими коробочками со своими кассетами поставил свои миксы дэвис послушал сказал что это офигенно здорово и попросила можешь прямо сейчас что-то сделать такое интересное more easy сделал и все они стали работать вместе получилась очень хорошая штука мистеры первая вещь трансовая лирическая завораживающая и легкая естественно идет бит грув такой хип-хоповый и сверху труба сурдиной дэвиса расслабленная спокойная и все время ведущая куда-то ведущая за собой она не просто создает фон какой-то обыгрывая там в тональности какие-то коротенькие басовые фразы она ведет за собой рассказывает историю и очень приятно за ней следовать до дуба дуба пса санг второй номер это чистый рэп уже кайфовый в среднем темпе с мощным басовым грувом это дуба пса унт очень здорово те кто не любит рэп забудьте что такое рэп вообще нет такого слова нет такого понятия просто послушайте эту замечательную песню очень интересно а дальше начинается полное бешенство на шоколад чип и на хая спит чейс шоколад чип темп увеличивается в два раза ровно понеслась ритм гитара мощная басовая история остается все басы вообще здесь всегда везде в каждой песне и барабанные рисунки тоже тащат за собой ну куда хип-хоп без ритм секции никуда правда вот и вот шоколад чип и хай спит чейс это уже гонка бешеная про хай спит чейс играл в самом начале она несется и сметает все круче чем какой-нибудь там heavy металлический скоростной номер запил не знаю как сказать она просто вот так вот как это в общем не буду грубые слова употреблять в общем проносится blow на второй стороне это сэмпл как и во всех остальных номерах сэмпл в данном случае из джеймса брауна кусочек инструментальный идет очень мощно очень круто что еще сказать невероятный риф который зак закручен за закольцован заобработан и за собой как и фэнтези я говорил за собой видят труба дэвиса но вот следующий номер соня я думал что он не напоминает все время и понял что он мне напоминает музыку группы blockheads я на дюре такой фанк джаз фанк джаз рок и какой-то несмотря на то что это нью-йоркский хип-хоп нью-йоркский рэп какой-то очень европейский звук у sony здесь у sony да и если кто любит blockheads я на дюре получит настоящее удовольствие от этой песни фэнтези следующий номер это просто психоделический улёт который переходит в полную психоделию дюк пути предпоследний номер вот это уже какие-то струнные подкладки снизу выплывают очень красивые с хорошей мелодической фразой психоделически опять-таки звуки повторяющиеся все время даже я не знаю что это такое как какие инструменты там записаны что там звучит но они висят в сознании просто не отпускают и на этом фоне майлс дэвис играет одно из лучших своих соло уж поверьте послушайте очень здорово и гитара вписывается туда неожиданно кто играет на гитаре я не знаю потому что все это сконструировано моризе из разных мест это настоящая творческая работа продюсера творческая работа хип-хоп мастера который собрал со всего мира можно сказать звуки и сложил из них прекрасную картину а майлс дэвис все это зацементировал сшил все это звуками своей трубы очень интересный пластик но в конце мистеры реприза то что было самом начале мистери вот это вот проникновенная лирическая меланхолическая достаточно такая пьеса но вот дюк бути она уже конечно в какой-то космос нас уносит в общем эту пластинку я очень советую послушать всем вне зависимости от того любите вы рэп хип-хоп не любите вы рэп хип-хоп если жизнь на марсе нет ли жизни на марсе науке это в данный момент неизвестно я пошел пить пока